Привет, я Аня и ты на канале Magic Family и со мной мои собаки, но скоро мне придется их отсюда убрать, потому что я должна вам кое-кого показать. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые ролики, а я сейчас расскажу с одной стороны очень ужасную, а с другой стороны счастливую историю. Вчера в своем инстаграме и вконтакте я написала пост о новостях из нашей жизни, в том числе, что мы продолжаем лечение Софиши, но шрамик на глазу пока не заживает, и я надеюсь, что все будет хорошо. В том числе я написала, что возможно у нас новый питомец. В общем, так, когда я была на днях в приюте, если не видели это видео, посмотрите, там было очень много котиков, кошечек и котята. И я очень хотела кого-нибудь забрать себе, но я просто умом понимаю, что пока строится дом, пока я живу в чужой съемной квартире, ну просто некуда, и так уже животных много, и придется подождать. Но вселенная, видимо, или что-то решила, что ждать не нужно, и произошло просто какое-то чудо, реально. Это никак по-другому не назвать. Я вышла ночью провожать своих знакомых и услышала мяуканье такое, вот где-то мяукал котенок. Я стала искать везде вокруг и подошла к каким-то кустам, откуда этот звук издавался, и стала смотреть, но было настолько темно, что я просто ничего не видела. И потом я, когда услышала еще раз, как кто-то мяукнул, я стала щупать руками и нащупала какую-то штуку железную. Я сначала не поняла, что это, но звук происходил именно оттуда. И потом уже, когда моя знакомая подбежала с телефоном, с фонариком и стала светить, мы увидели, что это канализационный люк. Но здесь, где я живу, люки канализационные не такие, как обычно в городах, где круглый такой люк на асфальте, а они вот так вот в земле. Это просто такая железная крышка, открываешь, и там канализация. И вот между люком и этой землей торчала малюсенькая, малюсенькая головочка, котеночка, который кричал и мяукал громко. И мы стали приподнимать эту железную крышку. Он наполовину был в этой грязи, вот в этой жидкости, которая в канализации. Вот я вышла из подъезда вот здесь вот и услышала вот эти звуки, начала ходить везде, бегать вокруг. И вот здесь в кустах, вот здесь вот в темноте было ничего не видно. И только потом, я сначала смотрела вот здесь везде, и только потом вот этот вот люк нащупала руками. Не знаю, видно вам его или нет. Вот она крышка, мы ее подняли, убрали, и вот здесь вот эта канализация, и он вот здесь вот пытался вылезти, и наполовину был в этой воде там внутри. И тут мы поняли, что нужно просто руками залезть в эту жидкость и щупать, смотреть, потому что, возможно, там есть другие котята. И мы это сделали обе, и руки замерзли, и вообще это было ужасно просто. Но мы спасли одного единственного малыша. Конечно же, в тот момент, когда мы ковырялись в этом говне, простите за выражение, у нас ни у кого не было мыслей даже что-то снимать. Но уже потом, когда мы вытащили этого котеночка, и я зашла домой и стала его отмывать, мы какие-то кадры поснимали на скорую руку, просто чтобы показать вам, как это было, и как он ужасно выглядел, и в каком он был состоянии. Мы услышали звук, как котенок в канализации кричит, его кто-то туда выбросил. Сейчас мы будем его сболоснуть от него, реально. Это же капец. Ты живой? У него очень большой живот, он нахлебался воды, скорее всего. Мужик подошел и говорит нам, выбросьте его обратно. Может, это он его выбросил? Да. Он ползет, ползет. Посмотрите, какой у него живот, он наглотался воды, видимо. Нет, он ползет. Вообще полон живот. Он плывет еще, можно, тихо, тихо, тихо. О, Господи, какой он маленький. Я просила у вселенной котенка. Она говорит, хочешь, котенка, на, возьми. Как раз там молоко осталось. После того, как я его всего отмыла от этого огромного количества грязи, высушила, согрела, я увидела это маленькое вот такое вот малепусечное счастье, которое выжило после такой ужасной истории, случившейся с ним. И, возможно, даже жестокого обращения, ведь как-то он попал в закрытый канализационный люк. После всего этого я поняла, что у него очень много блох и очень много глистов. И он еще не знаком с моими собаками. Сейчас я его вам покажу. Маленькое беззащитное мурчащее создание. Как тебя будут звать? Ну, что делать-то? Что делать? Что? Существо, которое сейчас уже обработано от блох и глистов. И очень даже активное. И уже мурчит, урчит. И хочет бегать и прыгать. Сейчас он пока что живет в отдельной комнате. И никто из животных его еще не видел. Что такое? И он такой маленький. Мне кажется, на вид ему где-то месяц. Сейчас спрыгнет куда-то назад. Иди сюда, не бегай тут. Я побежала, конечно же, сразу в интернет посмотреть, как у такого маленького котеночка определить пол. Потому что... Да! Да! Я думаю, что это мальчик. Сейчас он уже очень активный. И сегодня мы ждем ветеринара, чтобы проверить, как у нас со здоровьем. Он уже хочет бегать и прыгать, и лазить по мне, и все изучать. Кушаем мы уже очень активно. Мы как будто всю жизнь не ели. Он реально размером чуть-чуть больше моей ладошки. Как мои собаки отнесутся к новому члену семьи, такому малепусичному, но такому уже, по-моему, даже очень активному ребеночку, я не знаю. Вот такой вот серый хвостик. На задних лапках у нас белые гольфики, а на передних вот такие вот носочки, перчаточки. Что ты свинячишь? Кушать мы готовы сейчас бесконечно, поэтому порции приходится регулировать. Имя мы еще не придумали, потому что я безумно устала разбираться с этим ребенком всю ночь, ухаживать за ним, организовывать ему место. Я боялась, что он будет очень плохо себя чувствовать, но, по-моему, у нас все нормально. Вот лают собаки, они слышат его. Слышите, как он мурчит? Вот такие мы. Сегодня дождемся ветеринара, все проверим, и если все хорошо, будем знакомиться. Что с собаками? Так что ставьте лайк, если вы хотите видеореакцию собак на него и его на собак. Подписывайтесь на каналы, все наши на соцсети, я там буду держать вас в курсе. В Magic Family новый член семьи. Пока!